Аптека для бережливых Заботьтесь друг о друге, как Аптека для бережливых заботится о вас. Здравствуйте! Вы смотрите службу новостей город в студии Екатерина Грившинская. И в этом выпуске события понедельника 17 декабря смотрите в ближайшие минуты. Не опять основа. Первый серьезный снег превратил город в одну большую пробку, а невнимательных автомобилистов заставил сменить шины. Как долго продержится зима в Калининграде? Мой дом, не моя крепость. Светлогорске на пенсионерку обрушился потолок в собственной квартире. Кто ответит? Кто в автобус приезжает, тот подарок получает. Первый городской канал запустил необычную новогоднюю акцию и готов исполнить заветное желание горожан. В отпуск налегке. Теперь в путешествии из Калининграда в Большую Россию придется взять в два раза меньше вещей или доплатить за большой чемодан. Понедельник день тяжелый, а вот калининградцы готовы поспорить. Горожане с радостью поделились своими хорошими новостями с нашей съемочной группой. Партнер рубрики. Тема дня. Компания Люксторг. Мебель для дома и офиса. И главной теме дня. В минувшие выходные в Калининграде выпал долгожданный первый снег. Голый лед, каша из снега и лужи. Снегоуборочные машины вывозят из города очередные сугробы. Не обошлось и без пострадавших. В травмпункты с ушибами и переломами обращаются десятки взрослых и детей. Вместе со снегом город накрыла и волна аварий. Трасса Калининград-Янтарный. На обочине стоит десяток машин. Авария. Правдинск. Кликовушку занесло на дороге. Поездка едва не закончилась трагично. А это уже советский проспект. Причина та же. Водитель не справился с управлением. Только за эти выходные статистика аварии в городе резко возросла. Всему виной утверждает автолюбители откровенный лед на дорогах. При этом в компании «Чистота» утверждает, что противогололедная обработка улиц проводится в штатном режиме. На дороге Калининграда уже подготовлено более 9 тысяч тонн соли и песка. Однако специалисты признаются, у предприятий просто не хватает рук для борьбы со стихией. На 800 участков в Калининграде работает около 400 дворников. Дворник обслуживает свой участок и еще может взять дополнительно второй участок. И здесь как бы есть такой показатель, может быть не очень хороший временной. То есть пока он обработает свои 3000 квадратных метров, потом он переходит уже на совмещаемый участок. То есть понятно, что промежуток времени уже растягивается. Естественно, жители не могут увидеть того желаемого результата, как мы и хотим, чтобы в 7 утра мы вышли на работу, в школы, в садики. И у нас уже все тротуары были обработаны. А пока коммунальщики продолжают вступать в неравный бой с зимними осадками, калининградцы несут реальные потери. Госавтоинспекция сообщает о новых авариях, в том числе и с пострадавшими. Так что если вы ждали белоснежной зимы и до сих пор ездите на летней резине, самое время переобуться. Госавтоинспекция напоминает водителям, при выборе манеры вождения следует учитывать погодные условия. Не превышать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. А морозы не планируют отступать. В Калининград быстрыми и верными шагами приближается зима. Уже на этой неделе синоптики ожидают похолодание до минус 8 градусов ночью и минус 3 днем. Начало недели будет пасмурным и морозным, уверены синоптики, как и сам декабрь. Для нового года эксперты обещают температуру около нормы, а вот на праздники все изменится. Начиная с января, то у нас январь, еще февраль и март, это вторая половина полугодия. Вот они будут, скорее всего, там температура будет несколько ниже нормы. И там действительно будут, скорее всего, и морозы появятся более сильные, соответственно, там 20 градусные, может быть даже и в отдельные дни ниже, но и почувствую зиму. Похолодание ожидается уже сегодня ночью. Столбик термометра, по прогнозам синоптиков, может опуститься до минус 6. Самый холодный будет ночь со среды на четверг, похолодает до минус 8. А температура днем будет колебаться в районе минус 3. В свою очередь спасатели предупреждают, несмотря на похолодание, выходить на лед нельзя. Пока его толщина не достигнет 7 сантиметров, выход на него опасен для жизни. Специалисты напоминают, что лед безопасен для одного человека при толщине не меньше 10 сантиметров, при катании на коньках не менее 12, при массовом выходе на лед не менее 25. А вот кто не рад предстоящему похолоданию, так это жильцы дома на Калининградском проспекте в Светлогорске. Чем ниже опускается столбик термометра за окном, тем холоднее становится в их квартирах. Несколько дней назад в одном из домов обвалился потолок. Теперь пенсионерка Юсина Анатольевна Москаленко живет без крыши над головой. Кто должен произвести ремонт и кто в ответе за обрушение разбиралась Ксения Дробышева. То, что этот дом требует капитального ремонта, видно невооруженным глазом. Краска на фасаде давно облупилась, ливневки погнулись от времени. Но то, что происходит внутри, пугает еще больше, ведь он там просто разваливается. Юстина Анатольевна живет в этом доме больше 30 лет. Дом еще немецкой постройки. Потолок на кухне обвалился в прошлую пятницу. Сама пенсионерка, хоть и была в этот момент дома, к счастью, не пострадала. Уже больше года, по словам Юстины Анатольевны, она бьется за то, чтобы в их доме сделали капитальный ремонт. Ведь обрушение было вполне ожидаемо. Проблемы у нас, конечно, уже давно. Давно эти проблемы. Я обращалась неоднократно. Ну, все отфутболивали, не надо ничего. Все. И сказали, что ваш дом стоит на ремонт на 32-й год. Дом довоенной постройки. Ну, как это понимать? Теперь из-за дырки в потолке весь холод с улицы идет в дом. По рассказам пенсионерки, она сама, стоя на табуретке, закрывала все щели тряпками, чтобы хоть как-то спастись от холода. Вот в пятницу произошло обрушение. Мы тут же написали в социальных сетях Алиханову, чтобы получить быстрый ответ. К сожалению, пока еще ответа не получили. Но я надеюсь, он все же нам поможет и прочитает наше обращение. Сдвинуть дело с мертвой точки помогли немного немало слухи о том, что первый городской собирается снять сюжет про обветшалое жилье. Откуда ни возьмись, в день съемок появились представители компании-застройщика, того, который обустроил вокруг этого дома целый район. В один день появились и варианты решения проблемы, и связь с теми, кто раньше и не думал появляться. В настоящее время мы подали заявление на межевание этого в администрацию, так как земля здесь федеральная, и дом надо поставить на кадастровый учет, и земельный участок надо подать на кадастровый учет. Поэтому мы вот сейчас начинаем работать по поводу расселения этого дома и реконструкции дальнейшего этого дома. Пока съемочная группа снимала сюжет, пенсионерки предложили вариант переселиться в другую квартиру, подыскать жилье, схожее по стоимости, и перебраться в безопасное место. Сама Юстина Антоновна не против. Главное, чтобы здоровью ничего не угрожало. Вообще, это не первый случай, когда жильцы аварийных домов получают помощь только после того, как квартиры начинают разваливаться. Например, в этой многоэтажке на Ленинском проспекте сделали капитальный ремонт только тогда, когда на голову одного из жильцов упала люстра с куском потолка. А пока мы обещаем и дальше следить за судьбой квартиры Юстины Антоновны. Ксения Дробышева, Николай Насань, служба новостей город. В Калининграде место железнодорожного моста через Приголю построят два новых. Один из них будет для автомобилей, а другой для поездов. Такое решение приняли на заседании Технического совета администрации. О других новостях далее в нашей рубрике «Короткой строкой». В Калининграде могут появиться три подземных пешеходных перехода. Такие планы строят власти региона. По их данным, переходы могут построить на площади Василевского, проспекте Победы и проспекте Калинина. С их помощью власти собираются разделить поток людей и машин и избавиться от пробок. При этом строительство наземных переходов чиновники не рассматривают, считая их слишком громоздкими. С нового 2019 года польские магазины не будут работать по выходным. Об этом сообщает польский культурный центр в Калининграде. Нововведение касается не только крупных супермаркетов, но и небольших магазинов. Исключение составит лишь посреднее воскресенье месяца. Уже в 2020 году даже в этот день магазины будут закрыты. Россияне тратят на еду почти треть дохода, а на развлечения и того меньше всего 7%. Такие сведения приводят РИА Новости. При этом дешевле всего продукты обходятся в Люксембурге. Там жители тратят на питание всего 8% от своих доходов. А вот лидером по расходам на продукты является Украина. Здесь людям приходится отдавать за продукты более половины своего дохода. Россияне недовольны экологией в больших городах. Такую информацию показал опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ. Людей беспокоят выбросы автомобилей и проблема утилизации отходов. Также опрос показал, что люди готовы сортировать мусор по категориям, но только если во дворах появятся соответствующие контейнеры. Спонсор рубрики короткой строкой – магазин «Икры» и «Кромания». Какой Новый год без подарков? В преддверии самого волшебного праздника команда Первого городского запускает новогоднюю акцию «Автобус желаний». Наша мобильная студия уже превратилась в резиденцию волшебника, где взрослые и маленькие калининградцы могут принять участие в розыгрыше подарков от Деда Мороза. Здравствуйте, жители Калининграда, жители нашей области и гости нашей области. Я – Дед Мороз. Подобную акцию Первого городской проводят впервые, поэтому к ней тщательно подготовился. Мобильная студия стала по-настоящему новогодней. В ней до 29 декабря любой желающий сможет не только пообщаться с Дедом Морозом, но и получить от него приятные подарки и, конечно, попасть в эфир Первого городского. С каждым разом очереди становится все больше и больше, поэтому за полчаса до конца приходится останавливать новый поток людей и уже принимать тех, кто пришел, чтобы в два часа закончить. Поэтому, если вы хотите попасть в автобусы желаний, приходите пораньше. Сейчас многие дети уже приходят с самодельными письмами, пишут Дедушке Морозу, стараются. То есть и такие есть, и такие есть. Взрослые просят, ну, кто-то просит здоровья, кто-то себе машину, кто-то себе ноутбук, такие уже более серьезные желания. А дети, они и есть дети, непосредственность и легкость. В канун Нового года Дед Мороз выберет три самых интересных и необычных желания, которые исполнить в прямом эфире на Первом городском канале 31 декабря. Чтобы поучаствовать в акции, нужно только прийти в любую субботу с 12 до 14 по адресу Площадь Победы, 4. Партнер проекта торговый центр Запад 39 и жилой комплекс Королевский квартал. Смотрите во второй части нашего выпуска после небольшой рекламы. В отпуск налегке, теперь в путешествии из Калининграда в Большую Россию придется взять в два раза меньше вещей или доплатить за большой чемодан. Новый год к нам мчится, Калининград готов встречать самый волшебный праздник, а операторы соревнуются в социальных сетях за лучшее праздничное видео. Понедельник день тяжелый, а вот калининградцы готовы поспорить. Горожане с радостью поделились своими хорошими новостями с нашей съемочной группой. Все это через пару минут, оставайтесь с нами. Вы смотрите службу новостей город и мы продолжаем. Приятная новость для всех калининградцев. Цены на красную укропали в два раза. Причина рекордный улов лососевых. 675 тысяч тонн рыбы перед Новым годом – это настоящий подарок для всех россиян, считает в Росрыболовстве. О других новостях из мира бизнеса и финансов расскажем далее в нашей постоянной рубрике. Партнер рубрики «Бизнес новости» – клиника красоты и здоровья «Эстелия». Здравствуйте и начнем с новостей региона. Храбро вошел в перечень аэропортов и портов с дьюти-фри в зонах прилета. Об этом сообщает Калининградское независимое информационное агентство. В перечень включены все воздушные, морские и речные пункты Пропорска через государственную границу России, имеющие пассажирскую составляющую. В него вошли 79 аэропортов, 37 морских и 3 речных порта. В списке также значится и Калининградский морской торговый порт. На кону «Миллион» в эфире первого городского стартовал новый телепроект «Калининградский продукт». В премии участвуют 12 предприятий. Они покажут, как делают продукты, которые мы покупаем. Затем первые лица компании расскажут, как создали свой бизнес. Лауреатов премии определят представители деловых сообществ региона. Победителя назовут в январе. Он получит контракт на рекламу бизнеса на 1 миллион рублей в эфире первого городского канала. Генеральные партнеры проекта «Эко-ярмарка. Русская Европа», «Публичное акционерное общество Сбербанк России», «Сеть АЗС Балтнефть» и «Ростелеком». «Боинг» представил новую линейку бизнес-джетов, которые смогут связать два любых города на планете. Об этом сообщает РБК. Речь идет о двух типах самолетов, которые смогут без посадки летать практически в любых направлениях. Так, один из бизнес-джетов будет преодолевать почти 22 тысячи километров, то есть расстояние от Нью-Йорка до Западной Австралии. В настоящее время самый дальний перелет без дозаправки осуществляется от Лондона до Сингапура. Его максимальная дальность полета – 16 тысяч 700 километров. Тем временем в Китае набирает популярность бизнес по разведению тараканов. Производство насекомых из Поднебесной уже достигло промышленных масштабов. На таракане и ферме в китайском Сейчане насчитывают более 6 миллиардов обитателей. Они тут рождаются и умирают, после чего их обрабатывают паром, моют, сушат, а потом отправляют в огромную цесцерну для получения экстракта. Его используют в медицинских целях, например, в средствах для похудения от потери волос и косметических масках. Тараканов в Китае используют и для переработки отходов. На окраине Цзиняне расположена ферма, где миллиард тараканов ежедневно поглощает до 50 тонн пищевых отходов. А вот испанская прокуратура намерена подать иск против певицы Шакиры. Артистку подозревают в налоговом мошенничестве. Прокуратура Барселоны подаст иск против Шакиры за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает Эль Паис. Она скрывала, что проживает на территории страны более 183 дней в год, а значит уклонялась от уплаты налогов с доходов, полученных за это время. Общая сумма задолженности составила более 14,5 миллионов евро. Напомним, с 2010 года певица состоит в отношениях с испанским футболистом Джераром Пике. За это время у пары родились двое детей. На учет налоговые органы Испании Шакиров стало только в 2015 году. И это все актуальные бизнес-новости на сегодня. Меня зовут Анастасия Соколова. Увидимся на Первом городском. Теперь увезти с собой в Большую Россию можно будет в два раза меньше вещей, чем раньше, сообщает областная таможня. За остальной багаж придется заплатить налог. Новые правила вводятся с 1 января практически на всех видов транспорта. Так, несмотря на то, едете вы на машине, поезде, передвигаетесь морским, речным транспортом или даже пешком, бесплатно в Большую Россию, можно будет увезти в два раза меньше вещей. Налоги и таможенные пошлины не придется платить, если ваш чемодан весит меньше 25 килограммов. А стоимость товаров, которые вы везете, не превышает 500 евро, то есть 37 тысяч рублей. Ранее можно было перевозить багаж в два раза тяжелее и больше, чем на 10 тысяч евро. В случае нарушения с 1 января придется заплатить 30% от стоимости товаров, но не меньше 300 рублей за килограмм багажа. А вот если вы улетаете из Калининграда на самолете, то на ваши вещи новые правила не будут действовать. По воздуху их можно будет перевозить, как и раньше. Какую елку установили в московском метро и почему у белорусских хоккеистов и болельщиков совершенно нет праздничного настроения? Об этом и не только смотрите далее в нашей рубрике «Социальные сети». Восхищаться красотами Калининграда уже становится доброй традицией. Сергей Донин выложил в сеть видеоролик, в котором показал всю красоту Верхнего озера в зимний период. Калининградский блогер Александр Крикунов провел целый день на улицах Калининграда и снял об этом целое видео. Все для того, чтобы погрузить зрителя в волшебную атмосферу праздника. В кадр попали ледовые катки, уличные стритфуды и новогодняя атрибутика города. Как комментирует прогулку сам блогер, за весь день я испытал много позитивных эмоций. Работники московского метро на станции Тургеневская проявили оригинальность и установили праздничную елку из 230 тысяч использованных билетов. Новогодний символ получился более трех метров в высоту и стал ярким акцентом всего метрополитена. Организаторы хоккейного матча Норвегия-Белоруссия, видимо, не очень хорошо знакомы с Белоруссией и поэтому перепутали гимн страны. Перед началом игры вместо официального произведения заиграла песня ансамбля Песниры. И хотя она весьма популярна, белорусские болельщики были крайне возмущены. Возможно, эта досадность тоже повлияла на проигрыш команды со счетом 1-6. Позже организаторы принесли хоккейстам свои извинения, но осадок, как говорится, остался. Вместо игрушек усердные тренировки. Трехлетний малыш из Китая по прозвищу «Маленький камень» усердно изучает конфу в Шаолинском монастыре. Видео с тренировками ребенка умиляет интернет-пользователи, а сам малыш признается, что скучает по родителям, которых видит очень редко. А теперь подошло время для хороших новостей. О них расскажут гости и жители города, которые сегодня случайно по пути встретились в нашей съемочной группе. Партнер рубрики «Хорошие новости» – универмаг «Спутник» на Мира 61. У меня внуки радуют. Все хорошо, жизнь прекрасна, прекрасный город, прекрасная погода. Зима началась, снег выпал, все прекрасно, все чудесно. Еду в отпуск на три недели на Новый год и Рождество. Дети все подарили мне такие шикарные подарки уже на Новый год. День хороший, зима, Новый год скоро, все здорово. Получила зарплату небольшую. Ну, снежочек выпал, видите, как хорошо, да, все хорошо. У меня завтра день рождения, все замечательно. Партнер рубрики «Хорошие новости» – универмаг «Спутник» на Мира 61. Ну, а далее наш эфир продолжит курсы валют на завтра. Стильный костюм или женственное платье в пол? Выбор платья на Новый год – дело не из легких. Но благодаря нашей модной рубрике у вас не будет проблем ни с тем, где купить платье, ни с тем, какое платье выбрать. Страна Советов завершает наш эфир. Выбор новогоднего наряда – дело не из легких, но не для наших героинь. Одна из самых любимых моделей. Дизайнерское платье, имя у него красивое, Мириам. Любят его от мал до велика. Вот от 20 до 120 это платье обожают. Настроение создает очень красивый, правильно выбранный тон и застолья, и наряда. И мы эту свою роль выполняем и платье предлагаем всей семье – и маме, и бабушке, и внучке. Настолько интересная, настолько необычная, дама в нем выглядит изысканно, красиво. И одна черно-белая гамма, она в строении. Она добавляет особую такую нотку ноктюрна, и дама в этом платье в нее может пойти куда угодно. Вы найдете платье на любой вкус. Платье для похода с подружками в ресторан, для похода в театр. Просто посидеть у камина на загородной даче. На любой случай, на любой вариант мы предложим самое замечательное платье, которому будет служить долгие годы. Я чувствую себя героиней мутного приговора. Меня сегодня так чудесно переодели, что я нашла сегодня и наряд на новогодний вечер, и на корпоратив, и на любое торжество. В таких платьях почувствовать себя настоящими королевами возможно и в новогоднюю ночь, и на корпоративе, и на детском утреннике. Бархат – это та ткань, которая очень любит своих хозяек. Благородная, дорогая, красивая, уютная. Дама себя чувствует в таком платье королевами, как ни меньше. Ваше платье для особого случая в магазинах «Метафора» и «Би-Би-Студио». С наступающим Новым Годом! Это все на сегодня. В студии для вас сработала Катерина Грившинская. Всего вам доброго и увидимся в городе. Генеральный спонсор службы новостей «Город» – сеть аптек «Аптека для бережливых». Та, что ближе, та, что дешевле, та, что с большим выбором. В нашем городе много аптек. Но какую выбираете вы? Почему вы выбираете аптеку для бережливых? Да потому что здесь есть все, все в одном месте. И ортопедия, и офтальмология, и медтехника, и самое главное – выбор детского питания. Мы каждый день что-то новое пробуем. Заботьтесь друг о друге. Как «Аптека для бережливых» заботится о вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...